Каждый божий день, ровно в 18 ого, у нас выходит новая серия, должна мы не вот тут буты. Ставьте ваше нравлице, нравлице не нравлице, нажимай красавлице. В 18 ого, а на сегодня шо? Педаля дали и погнали дали. Ведро воды налили и мы погнали вдали. Погнали. А на сегодня у нас серия четвертая. Чаю налили и мы тогда погнали вдали. Серия четвертая. Испуганный неожиданным нападением, к тому же постоянно слыша за спиной грохот этой медной посуды, медведь несся вовсю прыть, прям тыгидык-тыгидык прям, пытаясь добраться до гор своих, лежащих по ту сторону долины. К несчастью, в этой местности уже пару недель работала большая команда старателей – мексиканцев, американцев, немцев и людей всех других национальностей, которые очень любят золото, и они его рыщут везде. Они надеялись добраться до золотоносных пластов, до своей заветной золотой жилы, и выкопали очень большое множество здесь ям. И медведь даже не подозревал, что хорошо знакомая ему долина, она так изменилась здесь. Ведь так не было же ведь, а? Первая же куча земли, преградившая ему дорогу, она просто поразила его. Кучей навалили туда. Ты подыви на их, золотошукатели. Но бежавшая сзади с громким лаем собака, она не дала ему времени опомниться, даже подумать. И, перепрыгнув через земляную горку, медведь на полном ходу он так и бубухнулся, свалился в ту огромную яму. Встав на ноги, разъяренный медведь вознамерился со всей силой броситься на своих преследователей, кто бы они там ни были. Но он не смог выбраться из ямы. Все. Огражденный золотом. Путь ему преграждали ее высокие крутые стены здесь. Понастраивали. Тут-то. И тут же он заметил, как почти из-под его лап вывернулась человеческая фигурка. И при помощи веревки в два счета брык и вскарабкалась наверх. Все. Нема. И в это самое время один из мексиканцев спокойно работал себе в яме. Никого не трогал. Как вдруг огромный медведь, он грохнулся на дно прямо рядом с ним. Хорошо хоть не придавил своим толстым задом. Упади-ка с матой, Мишка, одним шагом чуть-чуть правее. Все. Он наверняка раздавил бы бедного рудокопа. Как и не было его. К счастью, тот находился у стенки ямы. И ему хватило присутствия духа, чтобы выбраться из этой ямы. Ага. Прежде чем медведь успел опомниться. Тоже нема. Все опосматывались. И теперь, почувствовав себя в западне, медведь испустил страшный рев, к которому добавился источный крик испуганного мексиканца, чудом избежавшего неминуемой гибели. И на весь этот шум пробежали работавшие поблизости товарищи. Более любопытные или более смелые сгрудились вокруг ямы. Как в колодец, дивлюсь. Другие, более осторожные, залезли на растущее поблизости дерево, полагая, что там медведь их не достанет. И когда золотоискатели поняли, что медведь не может, он не может выбраться из той ямы, только теперь некоторые смельчаки подошли поближе со своими тяжелезными железными ломами, намереваясь ударить зверя по голове, если он вдруг высунется на поверхность. Другие собрались бежать за ружьями. Испуганный медведь с ревом метался по яме, «Туды и сюды! Ну а что ему делать?» «Заколотили! Замуровали его там!» Люди кричали на разных языках, так что шум стоял невообразимый здесь. И тут как раз и подъехали наши охотники. И как только Джордж, вокруг которого уже радостно прыгал Гектор, подошел со своим ружьем к яме, все наперебой стали кричать ему, чтобы он поскорее застрелил этого в Адмеде. Мальчик не намерен был долго церемониться и уже вскинул ружье. Как вдруг, откуда ни возьмись, появился какой-то странный человек в непривычной для здешних мест одежде, в синем фраке и коротких клетчатых панталонах на тонких ногах, который и попросил его остановиться. «Ты погоди, погоди, дружок!» «Не спеши!» — сказал незнакомец, и по его произношению Джордж тотчас узнал в нем янки. «Медведь не может вылезти, но если даже он умудрится это сделать, еще будет время размозжить ему череп ломами. Еще у тебя будет на это время. Так что вот тебе мое предложение. Если вы сможете достать этого медведя из ямы живым, я дам вам на пятьдесят процентов больше, чем стоит его мясо». «Сумасшедший, что ли?» — воскликнул один из американцев. «Кто же возьмет этого зверя живьем? Уж не думаешь ли ты найти охотника, который полезет в яму и наденет на него намордник там, а?» «Что он говорит? Чего он хочет?» — спрашивали мексиканы, не понимавшие по-английски, пока один из американцев не перевел им все это предложение янки. «Хм, да?» «Ладно, хорошо», — сказал вдруг один из этих мексиканов, сильный смуглый мужчина с черными, как смоль, кудрявыми волосами. «Скажи ему, что если он сдержит свое слово, я достану ему этого живого медведя». «Но что он намерен с ним делать, а?» Ну и при помощи переводчика они вскоре договорились. У янки была повозка, запряженная четырьмя валами, на которую он привез запасы продовольствия и другие товары, которые легко можно было сбыть с золотопромышленником. Пока мексиканцы держали совет, как им связать этого в адмеде, янки принялся устраивать на своей повозке клетку, в которую он мог бы поместить этого зверя, собираясь, по-видимому, доставить его прямо туда, в Сан-Франциско. «Сан-Фран поедем!» Джордж все еще стоял с ружьем в руках возле ямы, в которой безнавался этот медведь. «Невообразимых размеров!» И его спутник подошел поближе. Владяя испанским языком, он вскоре понял, в чем дело, и сказал мексиканцу. «Что ж, мы не против вашей сделки, но с одним условием. Этот мальчик должен получить половину стоимости медведя, потому что он гнался за ним с собакой с самого леса. А если же вы достанете его живым, то он удовлетворится третьей частью только его цены». Мексиканцы стали возражать. «Медведь, — говорили они, — попал в яму одного из наших товарищей, и поэтому целиком принадлежит только ему. Он в его яме теперь». Но американцы приняли сторону Джорджа, утверждая, что его требования совершенно законные. И, наконец, обе партии согласились на том, что владелец ямы и Джордж, содействовавший хоть и невольно, но поимки медведя они получат каждый по четверти вознаграждения. А половина достанется тем, кто сможет связать этого медведя и погрузить его на повозку. Но если у них ничего не выйдет, и медведя придется застрелить, то они ничего не получат. А убитый зверь будет принадлежать пополам Мексиканцу и Джорджу. И в завершение переговоров старик выторговал долю и для Гектора тоже, всех учов, который действительно ведь принимал самое активное участие в погоне. Я ведь все увидев. Его усердие должно быть тоже вознаграждено. Янки изъявил готовность дать собаке столько мяса, сколько она в состоянии съесть до следующего утра и потом еще унести с собой в своем роте. Предложение было принято всеми присутствующими с громким смехом. А между тем медведь не оставлял попыток выбраться из ямы, хотя и безрезультатно. Крики людей Илая Гектора до того его разозлили там, слышь, кричать сверху, что один раз он даже чуть не выпрыгнул из ямы и уже вцепился было лапами в землю. Но она, к счастью, обвалилась, и бедный Мишка в бессильной ярости снова рухнул вниз. Все понимали, что если бы ему удалось выскочить из ямы, кое-кто из окружающих мог бы поплатиться с жизнью за свои насмешки. Слышь, делят. Не убитого тут медведя уже. А мексиканцы тем временем начали заходить с разных сторон со своими лассо, длинными арканами, сплетенными из кожи, которые они бросали с большой ловкостью. Джордж не очень понимал, что они собираются делать. Ведь даже если бы им и удалось вытащить медведя, то как? Как эти люди смогут удержать и усмирить его здесь, на поверхности? Но у мексиканцы народ опытный в таких делах. Найопытнейший. Они намерены были сделать с медведем то, что постоянно делали с дикими лошадьми, не причиняя им ни малейшего вреда при этом. К тому же опасность была не столь уж и велика. Если медведь вырвется, то у американца с ружьями и все работники с тяжелыми ломами они смогут проломить ему череп. Медведь, утомленный страшными усилиями, на время какое-то присмирел. Выдохся. Но первый же брошенный в яму аркан привел его в такую ярость, что он высоко подпрыгнул и когтями одной лапой успел ухватиться за край ямы. И удачно. И в то же мгновение черноволосый мексиканец с удивительной ловкостью и, казалось, без малейшей спешки набросил аркан на заднюю лапу медведя. Его товарищи тотчас ухватили аркан и потащили медведя вверх. За заднюю лапу. Опа и кверху, Пайшов. Бешеный зверь, чувствуя, что его тащат за ногу, опрокинулся на спину. И тут же второй аркан обхватил вторую заднюю лапу его. Запасную. А третий уже и переднюю. Мексиканец, бросивший следующий аркан, промахнулся, и лосо попало прямо в пасть медведя, который как нитку перекусил сплетенный в четверо ремень. А будешь? Висевшего вниз головой медведя подняли уже так высоко, что передними лапами он не доставал до земли родненькой. И тут еще один ловко брошенный аркан спутал обе передние лапы медведя. Все, пересеклися. И изможденный неравной борьбой зверь был не в состоянии даже пошевелиться здесь. И только его страшный, полный ярости рев, как громовой раскат, разнесся по всей долине. Затем в течение получаса мексиканцы тщетно пытались набросить петлю на морду медведя. Но он тотчас же ее перегрызал. М? Какой ловкий. Тогда, тогда они прибегли к другому способу. Один из ловцов сбегал в лес и принес длинную жердину. Другой прикрепил к ней петлю, достаточно свободную, чтобы не удушить этого медведя. Когда тот приподнял голову, петлю набросили ему на шею и затянули так, что зверь уже не мог ухватить ремень зубами. Ну а далее, далее следовало самое опасное. Надо было привязать медведя к принесенному из леса стволу дерева. Для этого один из мексиканцев должен был спуститься в ту славнозвестную яму. Угу. И после недолгого совещания молодой ловкий рудокоп отважился на такой подвиг. А он обвязал себя арканом, чтобы при малейшей опасности товарищи могли его высмыкнуть оттуда. И смельчак начал с задних лап. Сзаду, Зайшов, значит. Ему удалось несколько раз обмотать их канатом. Медведь, казалось, понял, что с ним хотят сделать, и принялся отчаянно отбиваться. Угу. Но его задние ноги были спутаны, и человек пять крепко держали их на двух арканах. И оставалось связать уже передние лапы. Задание со звездочкой. И как только медведь начинал дергаться, мексиканец давал знак немедленно поднимать его вверх. И спускался обратно, когда зверь затихал. Только так. И никак по-другому. Таким образом, после многократных попыток, медведь, наконец, был полностью связан. И находился в полнейшей власти безжалостных людей. Теперь нужно было извлечь медведя из ямы. Следующая задачка. Несмотря на усилия всех участников тебе, поднять эту страшную тяжесть никак не удавалось. Пришлось срыть один край ямы, чтобы по отлогому склону вытащить зверя при помощи валов янки. При помощи валов потянем. А потом уже будем срыть. А ямки тем временем успел нарубить множество молодых деревьев, перевязать их привезенными для продажи цепями и веревками. И в итоге соорудить из них достаточно прочную клетку, в которой вскоре и оказался в адмете. Для пущей надежности его еще крепко провязали к прутьям клетки. На всякий слунчай. Один из американцев спросил, как же медведь без корма и воды перенесет путешествие аж в Сан-Франциско, а? Оказалось, ямки это нисколечки не беспокоило. Тоже меня. Мои быки сильны и здоровы, сказал он. Дорога хорошая. Вчерашний дождь только пыль прибил. И если я буду ехать и день, и ночь, то довезу его живым. И что же вы собираетесь с ним делать, Сан-Франциско? Спросил спутник Джорджа. Показывать там? За деньги? За тигроши? Об этом позвольте мне умолчать, с ухмылкой ответил Янке. Но уверяю вас, что этот косматый мишка возместит мне все мои издержки. Джордж был немало удивлен, когда узнал, что Янке согласился заплатить за живого медведя Двести Пятьдесят Долларов. Он тогда еще не знал, что на отдаленных приисках платят за полдоллара за фунт мяса. А в дождливое время еще дороже. Он этого не знал. И мы не знали. А ну, ну, посчитай, сколько это денег, если за фунт мяса? А ну, умножай на своем куркуляторе. А ну, куркуль. Это, наверное, больше двести пятидесяти долларов. Ну, наверное, а? Конечно, наверное, куркули. Таким образом, благодаря москиту он заработал шестьдесят два с половиной доллара, которые Янке предложил ему выплатить немедленно, не отходя от кассы. Мальчик отказывался принять деньги, утверждая, что они принадлежат его спутнику. Но старик уговорил его взять их. — Эти деньги по справедливости принадлежат тебе, — сказал он. — Потому что если бы это происшествие закончилось по-другому, ты мог бы поплатиться жизнью за глупость москита. И к тому же деньги тебе обязательно понадобятся. Никак без их. Даже прямо здесь, в лагере, тебе придется сделать несколько покупок. — И это будет первое золото, которое ты увидишь и получишь здесь. — Как золото? — с удивлением воскликнул Джордж. — Разве он будет платить золотом? — А как же! — усмехнувшись, ответил старик. — Здесь, на приисках, ни за какую цену не найдешь серебряного доллара. — Нигде. — Как только золото добыто из земли, оно тотчас же идет в обороты. — За каждую безделицу, которую ты захочешь купить, придется платить на вес золотым песочекам. И старик говорил правду. Когда они подошли к палатке, в которой были нагромождены всевозможные съестные припасы, одежда, обувь и прочие товары, Янки действительно отвесил золото, разделил на четыре равные части и протянул Джорджу целую горсть блестящих кусочков разной величины. И мальчик не знал, что с ними делать. Но старик помог ему. Первым делом он купил Джорджу маленький кожаный мешочек для этого самого, для золота. А потом еще две рубашки и несколько пар носков. И, покончив с делами, они отправились смотреть, как медведя грузят на повозку. Это удалось сделать довольно быстро. Сняв с повозки задние колеса, медведи общими силами, со смехами, восторженными воплями, туды-сюды, они втащили по наклонной плоскости. Так легче. По-другому никак. Затем повозку снова подняли. И пока одни работники вставляли колеса, другие привели валов. Сначала бедные животные пугались и никак не хотели становиться на свои места. Ну, конечно, медведям пахны. Но, наконец, их удалось заложить. И повозка тронулась. И при каждом рыке, который сдавал бедный медведь, валы бросались вперед по хорошо наезженной дороге. «О, быстрейше пойдем до Сан-Франциско!» Так что вскоре Янки действительно со своим опасным грузом въехал в лес и скрылся из виду. Охотничьи рассказы И когда улеглась вся эта суматоха, Джордж внезапно вспомнил о цели своего путешествия. И сердце его болезненно сжалось. Главное теперь получить хоть какие-то сведения о его семье. Первым делом они с Фолсом обратились к торговцу, у которого делали покупки. Джордж, насколько мог, подробно описал своих родителей. «Все это чудесно, молодой человек», — ответил торговец. «Но у меня так много дел, что мне некогда обращать внимание на всех проезжающих». «Последние дни тут было довольно много путешественников. Некоторые с женами и детьми. Но такого рода путники редко у меня останавливаются. Все, что им может понадобиться в дороге, они везут с собой. А если им потребуется что-то купить, то узнав здешние цены, они сначала решают, что их хотят надурить. Именно так всегда получается. Но, правда, впоследствии все к ним. Все здесь к ним привыкают. Вся и все. Кроме того, поблизости нет хорошего места для отдыха. И обычно все проезжают на пару миль подальше, где легко найти и дрова, и воду, и хорошая луга там. Все там есть». И больше этот человек не знал ничего. Другие, кому обращались наши путешественники, тоже подтверждали, что дня два-три тому назад несколько повозок, застегнутых снегом в горах, проезжали по этой местности. Люди, казалось, были очень изнурены. Особенно две больные женщины. Нашим друзьям больше ничего не оставалось, как поспешить в догонку проехавшим здесь переселенцам. В палатке, служившей трактиром для рудокопов, они пообедали, купили немного кофе и сухарей. Даже кофе есть. Хорошо живете. Оседлали лошадку и осла, которые тем временем тоже успели подкрепить свои силы, и отправились в путь. «А мы тоже кофе выпьем. У нас же есть ведро воды там, а? Наливайте. И будет тебе и кофе, и шампанское. Все будет. Наливай». И вот еще до наступления сумерек они нагнали повозку с медведем, который, как они узнали, успел уже доставить своему новому хозяину множество хлопот. О, заведи в адмеде. Сначала он действительно лежал тихо. Тихо и даже не дрыгался. Возможно, успокоенный качкой на ухабистой дороге. Все. Везут. Укачивают прямо. Но когда Янки и его спутники остановились для отдыха, он снова начал басноваться. Все. Стараясь разорвать сковывающие его путы. Все. Влезть хочу. До дома буду. К счастью, веревки выдержали. И до дома он не пайшов. Но его сторожам пришлось провозиться с ним не менее получаса. Медведь успокоился только, когда телега снова покатилась вперед. Все. Укачивают люльку. До конца дня старик с Джорджем больше никого так и не встретили. Одни в адмеде на дороге попадались. И вот вечером они остановились на ночлег у ручья, предоставив заслуженный отдых ослу и пони. Судя по ясному небу, можно было ожидать сухую и теплую ночь. За своим незатейливым ужином наши путешественники много смеялись, вспоминали утренние происшествия и несвоевременную храбрость москита. Ведь это же все от него началось. Шевелил в ушами, а это все ты, виноватый. Чуешь? Я и не думал, что медведь может так быстро бегать, говорил Джордж. Он в один миг очутился под горой прям. — О, да, а почти все крупные звери бегают быстро, — отвечал старик. На первый взгляд, да, они, кажется, не поворотливы, с такой толстой опой, да? Но на самом деле двигаются они очень проворно. Секир башка прям, особенно когда им угрожает опасность. Даже наш обычный бурый медведь, которого, кажется, лошадь легко обгонит, иногда может быть пойман только после долгой и мучительной травли. На бегу медведь держит нос очень близко к земле и легко продирается сквозь густые кустарники. А собаки и лошади напротив всегда бросаются грудью вперед на амбразуру. И многочисленные препятствия останавливают их или, по крайней мере, задерживают больше. Но, как я слышал, иногда медведи, они вовсе не убегают, — заметил Джордж. А это очень редкие случаи. И бывают они обычно или с медведицей, готовой защищать своих детенышей, или с тяжело раненым медведем, которого долго травили собаками. Тогда они бывают очень опасные. Рассказы о том, как медведи преследуют людей просто так, ни с того, ни с сего, — это не... Это все чистый вымысел. Так не бывает. Всякий зверь, хищный или травоядный, избегает встречи с людьми. Это опасности. Я много раз охотился на медведей. Но знаю только один пример, где медведь или вернее медведица не испугалась моего приближения. А напротив, она пошла на меня. Да, тогда я был еще очень молод. Вот, всего двадцать четыре года деду было. Мы тогда жили еще в Кентукки, где дичи в те годы было полным-полно там. И вот как-то в ближайшей окрестности появился огромный медведь. Вот такой где-то, как и этот. Мы долго, месяцев шесть понапрасну гонялись за ним, потому что медведь никак не подпускал охотников на ружейный выстрел. И, наконец, это было в феврале. Я случайно нашел место, которым он приходил на водопой. Чисто случайно. Я знал, что в это время года медведи всегда ходят по одной и той же тропинке там, по своим же следам. И, выбрав удобное место, я стал дожидаться прихода этого мишки. И я так и дождался. Я попал ему прямо в сердце. И я несказанно обрадовался такой-то удаче. Лошади со мной не было. Но, желая доказать родителям, что медведь пал от моей руки, я решил принести его шкуру до дома. Домой принести. Как не есть доказательства. Носом кверху. Ну и разделал медведя. Я крепко перевязал шкуру вировкой. Остальное подвесил на ближайшем дереве. Шкура эта была страшно тяжелой. Еле подвесил. Я нес ее на короткой палке через плечо, на котором висело и ружье, и все на свете. Но, разумеется, я выбрал самую короткую дорогу и придерживался края густого леса. На прямки пойдем. Я придерживался края густого леса, да, где лежало много поваленных бурь и деревьев. И вдруг в самой чищобе посреди бурелома на меня выбросился медведь. В первый миг от неживности я уронил с плеча эту шкуру, которая падая. Она потащила за собой и мое ружье тоже. Все, пошло. И мне некогда было его поднимать, потому что я понимал, что главное — сохранить жизнь. И я изо всех сил как побежал прочь. Да, если бы медведь тогда преследовал меня, то он догнал бы меня за пару минут. Но он почему-то остановился. Не слыша за собой погони, я оглянулся и увидел медведя, который обнюхивал брошенную шкуру. — Родича Найшов. Ну, поворчал немного, и он ушел и скрылся за деревьями. Итак, я был в глухом лесу, без ружья, с огромным медведем на расстоянии выстрела. И я решил, что это медведица, которая устроила свое логовище среди повальных деревьев. И там, наверное, и находились ее медвежата там. И вот что? Вот что же мне было делать? Дойти до дома и взять другое ружье? — Ну, там меня смеяли бы. Получалось ведь, что медведь меня ограбил. — Получалось так. И я решил попытаться вернуть свое ружье, свое собственное. И я снял патронтаж и все, что мне могло помешать. И когда, по моим расчетам, мой сердитый сосед успокоился немного там, я осторожно пополз к тому месту, где лежало мое ружье. — Моя собственность. И ты знаешь, все шло очень даже хорошо. Вокруг ничто не шевелилось. И я был уже в шагах в десяти от этого ружья. Как эта проклятая медведица, она снова вышла мне навстречу. И пришлось мне снова бежать вовсю прыть. А что оставалось делать? — Дубль два. — Ну, на этот раз она проводила меня немного дальше. И тут я уже всерьез рассердился. — Ну, ну шо це таке, а? — Где мое ружье? — Где я? — А где мое ружье, а? — Ну, я ж не сделал тебе. Я ж не сделал тебе ничего плохого, а? Водмедица. — Она не позволяет меня взять мое ружье. — О? — Не позволяет. — И что? — И что ж мне делать? — Что робить? — Я точно знал, что нож против медведицы мне не поможет. — Нет. А мое ружье было в ее власти. Умела бы она им стрелять. — И шо мне? — Мне оставалось только дождаться, пока она уснет там. — Ведь они ж спят, собаки. — Когда-то. — В чине. — И я ждал. И тогда снова уже попытать счастье в этой жизни. И рассудив так, я отошел подальше в лес, прилег под деревом и пролежал до тех пор, пока меня не пробрал холод. — И я повторил свою попытку. — Пытку, не пытку. — И шо ты думаешь? Опять? Опять двадцать пять? — Безрезультатно. — Опять. И так прошло несколько часов. Эта коварная тварь бдительно караулила меня. Она прям там бдила. И как только я оказывался около того славнозвистного ружья, она тут же вскакивала и снова отгоняла меня. Ты понял? Причем с каждым разом все дальше и дальше отсюда. Ага. Хозяйка. Ты понял? Приближалась ночь, смеркалась, и мне пришлось таки вернуться домой без ружья. М-м-м. Отогнала? Подали. Далеко погнала. За ружьем пошел. И, как я и предвидел, надо мной посмеялись я. Да-да, посмеялись. Но на следующее же утро мы все вместе с собаками из лошадьми мы устроили настоящую облаву на такую мою мадмедицу. Улей целый пошел. Улей целый пошел. Ишь ты, напала на пчелку. Да. И нам так и удалось застрелить ее. А двух маленьких водмежат мы взяли с собою. Правда, мы дорого заплатили за эту удачу. Она лишила нас нашей лучшей собаки. Да. Ну, а если бы, медведица, когда вы были одни, если бы она вздумала бы вас преследовать? Спросил Джордж. Хм. И старик усмехнулся. Тогда, думаю, мне не пришлось бы больше охотиться. Зато, в другом случае, медведь однажды спас мне жизнь. Медведь? Удивился Джордж. Да. И я не забуду этого до конца своих дней. Я не забуду. И как же это случилось? Да, друг мой, это очень удивительная история. И всегда, когда я о ней вспоминаю, до сих пор осмороз пробегает по коже. По спинке. Хм. Ты поправь огонь. Поправь огонечек. А я расскажу тебе об этом происшествии. А потом ляжем спать, потому что завтра с рассветом нам нужно двигаться дальше. И старик призадумался. И, помолчав немного, он начал свой рассказ. Да, много лет прошло с тех пор, как мы с братом переселились в Кентукки. Этот край, как я тебе уже говорил, тогда изобиловал весь дичью. Буйвол даже не был редкости здесь, как теперь. Медвежьи следы попадались на каждом шагу. А линей было просто вообще не счесть. Бери, стреляй, не хочу. Но эти славные времена, конечно, уже прошли. Народу стало слишком много. И дичь почти всю уничтожили. Это так. К слову. В те годы у нас бывали очень частые стычки с индейцами, которые нас повсюду караулили. Но это не мешало нам заниматься охотой. Из предосторожности, однако, чтобы при необходимости дать отпор индейцам, мы обычно охотились целыми отрядами. Иногда мы расходились поодиночке в заранее определенные места, чтобы не мешать друг другу. Но по вечерам мы собирались вместе и никогда не ложились спать, не поставив одной из товарищей на часах там. Так вот. В тот день я отправился один к реке Огайо, где некоторое время назад видел многочисленные следы медведей. Да. Я пошел один. Это тоже было ранней весной. В конце февраля было. Когда медведи еще большей частью сидят в своих зимних берлогах и выходят только на водопой. Поэтому я выбирал старые пустые деревья, в которых любят селиться медведи. Кто имеет достаточный навык, тот легко отличить дерево, в котором прячется медведь. Хотя эти звери чрезвычайно осторожны и стараются не оставлять следов. И да, собаки со мной не было. Не было собаки. И с ружьем на плече я потихонечку, осторожненько пробирался по лесу. Олени попадались мне поминутно, но я их не стрелял, потому что был слишком далеко от дома. И к тому же мы не нуждались в дичи. И так я приблизился к одному, к огромному старому дубу, который стоял в этой чаще, наверное, уже не одну сотню лет. Да, дед сто лет. Меня привела к нему еле заметная тропинка, какие, я знал, часто прокладывают в адмеде. И действительно, смотрю, на коре можно было различить следы когтей этого самого, в адмеде. Я решил проверить, не сидит ли он там в дупле. Или это только его прежняя, а ныне покинутая берлога. Решил посмотреть, потыкать. Ну и для этого мне надо было влезть на дерево и заглянуть в дупло. И если бы я нашел наверху свежие следы медведя, то имело бы смысл вернуться сюда уже с товарищами. О, сказано, значит, сделано. Спрятав в кустах ружье и патронтаж, я осторожненько полез на это дерево. Это оказалось не так просто. Потому что дуб был очень толстым. А первая ветвь находилась так довольно-таки высоко. Но я в то время был еще молодым, проворным парнем. Не такой, как дед в туалет сейчас. Так что я сумел вскарабкаться до первой той ветки. А дальше дело уже пошло легче. Ствол делился на две части. Одна из которых одна была сломана бурей. В ней образовалось дупло как раз, в которое свободно мог пролезть даже самый крупный водмедь. И там я нашел много следов медвежьих когтей. На из дупла тянуло острым запахом, характерным для медвежьей берлоги. Итак, можно было даже не сомневаться, что внутри бывал или сейчас живет водмедь. И я туда лезу. И вдруг при всей своей ловкости я сделал неосторожное движение. Мои ноги скользнули вниз. И я мгновенно провалился в пустую сердцевину дерева. И от испугу меня аж дыхание перехватило в такую черную дыру. А вдруг там действительно медведь сидит, дожидается меня там. Я действительно, я упал на что-то мягкое. Я ожидал, что разверленный зверь тут же схватит меня своими острыми когтями и разорвет на части к ядрене фени. Но ничего подобного не произошло. Я лежал на мягком одеяле, и вокруг меня царила мертвецкая тишина. А, тихий ужас. Испытал. И мало-помалу я собрался с духом и стал шарить. Я шарил вокруг себя руками, чтобы понять, один ли я в этой темнице. Я не сообразил, что сила, с которой я упал, она наверняка разбудила бы даже самого крепкого спящего медведя. Даже самого. И поначалу мне все казалось, будто я трогаю рукой медвежий мех. Ну, ощупав древесную труху, плотным слоем покрывавшую дно дупла, я понял, что я нахожусь в медвежьей берлоге. Но хозяина по какой-то причине нету дома. То ли он покинул ее на какое-то время и вот-вот вернется, то ли он уже вышел из зимней спячки и оставил свое убежище. Ну, в любом случае я находился в крайне затруднительном положении. Особенно, если хозяин вернется домой и найдет меня в своей спальне. И потом будет. Кто сидел на моей спальне? Кто лежал на моем диване, а? Кто на моем стуле сидел? Понял? Вот это все будет. Но, к счастью, при мне был нож. И я решил попытаться вскарабкаться обратно наверх. Выкарабкаться из этой прервы. И тут старик чего-то замолчал. И после минутного раздумья он вдруг продолжил. Да, много лет прошло с того времени, как это случилось. Но, как я уже говорил, и теперь еще дрожь пробегает по всему телу. При воспоминании о той минутке, когда я пытался выбраться наверх. И тогда я убедился, что это невозможно. Мне. Внутренние стены всего этого дупла были совершенно гладкими. Само дупло, по крайней мере, внизу было слишком широким, чтобы можно было уперяться спиной и коленями. Слишком. И после нескольких напрасных попыток, в полном изнеможении, покрытой холодным потом, я уселся внизу, понимая, что все. Что я буду похоронен здесь заживо. Все. Rest in peace. Во веки веков, значит. Товарищи будут меня искать там. В этом я не сомневался. И некому будет даже хрестик поставить. Но даже если они случайно и попадут в это глухое место, но вот станут ли они искать меня именно на этом дереве? А? Сколько белых охотников попадало в руки индейцев и не возвращалось? Вот сколько белых, а? Меня поищут, поищут и не найдут. И этим все и закончится. И вот так вот некоторое время я и просидел в глубоком раздумье. Закрыл лицо руками. Все. Face palm. Сижу на пальме. Ку-куй. Помирай там. А потом как вскочил с рук. И как закричал изо всей мочи. В несбыточной надежде, что меня кто-нибудь услышит там. Ау! Пусть даже какой-нибудь индейец услышит случайный. Кто-нибудь! Ау! Слышите! Но все было напрасно. Ку-куй, не ку-куй тут на дереве. Все. Выхода нету. Потому что это пустое дерево, оно поглощало звук. Все. Звукоизоляция. Как у меня на студии, понял? Там. Хм-хм. Мне б такое дерево. Сижу, ку-куй, кричи, никто не услышит. Ой-ё! Я был там действительно как в той могиле. Однако я не мог сидеть без дела. Ну, не мог. По крайней мере, пока еще оставались силы. Я ведь не мог. Поэтому я вновь и вновь пытался взобраться вверх по гладкой стеночке. Я в кровь избил все руки. И все напрасно. Все ногти обцопал. Мне не хватало тонких и острых медвежьих когтей. А мои были все никудышни. Ножом прорезать в дереве дыру. Как той дятел. И что ты думаешь? И я начал. И я начал. И я начал эту работу довольно успешно. Я прям крутил, как ножом якутским. Выкручивал. Но вскоре я дошел. Дошел до того самого места, до крапочки, где дерево было еще здоровым и крепким. И тут я понял, что я умру с голоду, прежде чем сумею прорезать тут отверстие. Крутые-некрутые. Да. Но со мной было огниво. Огниво было. Угу. Гнилое дерево, подумал я, горит как труд. Ведь горит, ведь. Здоровое тоже превратится в уголь. Да, да, да. Ха-ха. Но я ведь тоже сгорел вместе с этим деревом. Все. Шашлык. Но отверстие вверху давало очень мало света. Так что внутри было почти совсем темно. Я молился. Я плакал. Я молил Господа Бога. И одновременно проклинал всю свою судьбу и любопытство, которое и завело меня сюда. Все. Сиди. Ку-куй. Черная дырка. Но одним словом, в отчаянии я готов был даже наложить на себя руки. Ммм. Чтоб только не умереть с голоду в этой западне там. Ну, надежда. Надежда, да. Великое благо человеческой жизни. Хоть я и не знал, что меня ждет, но все-таки не смог решиться на этот последний отчаянный поступок. Да, я не смог. Слабак я. И вот, думая это, как раз сижу и слышу. И вдруг у меня послышалось какое-то движение там, снаружи. И я стал прислушиваться. Все смолкло. Как только стал прислушиваться. Что это, думаю, люди? Я уже приложил руки к губам, чтобы громко позвать на помощь. Как вдруг дыру сверху, эту самую дыру, что-то там заслонило. Вот такая опа. И я очутился уже в полнейшем мраке здесь. Думаю, ну неужели? Неужели так внезапно ночка наступила? Неужели так бегом смеркалась, а? Не, смотрю. Там наверху что-то шевелилось, а там шуршукало. И я чувствовал, как на меня сыплются мелкие щепки. Я это чувствовал. Аж мурашки идут. И тут я догадался, что это был Вадметь, который тихо спускался в свой домик, никак не предполагая обнаружить тут незваных гостей. И все. Все надежды на спасение разом рухнули. Вот так. Бздень и нема. Теперь мне нечего было бояться голодной смерти. Все. Меня ждала другая. Не менее страшная участь. Хотел сам повеситься? Нет. Теперь тебе помогут. Все. Не боись. И в последнем инстинктивном порыве самосохранения я таки достал свой охотничий нож. И, обливаясь холодным потом, я ждал. Я ожидал смертельного нападения. Ну, ты, наверное, знаешь, да, что Вадметь, он, когда залезает в пустое дерево сверху, он спускается задними лапами вниз. Задний опой заходит. Точно так же, как он слезает по наружной стороне дерева. Вот точно так. Ну, вот и мой Вадметь тоже. Мой Вадметь тоже спускался именно так. Опой ко мне. И, возможно, при этом он и почуял мое присутствие. И тут мне пришла в голову новая, счастливая мысль. Если я внезапно первым нападу на медведя, блиц крих. Он же ж ведь наверняка. Вот наверняка же ж бросится вверх, обратно. Ну, наверняка же ж ведь, веш. Наверняка же ж? Ведь известно, что опасность перестает быть страшной, когда встречается с ней лицом к лицу. Сразу ж бежать надо. И вот. У меня оставался только один шанс на спасение. Сехтор шанс на барабане. Все. Круты. Но только теперь я был уже спокойный и собранный. И я убрал нож в ножны. Как в ножны? Изумился Джордж, который с тревожным вниманием следил за рассказом старика. Как в ножны? Да. Я спрятал нож, чтобы мои обе руки были свободные. Я прижался спиной к стенке дупла. И я позволил медведю спуститься настолько, чтобы я мог обхватить его своими обеима руками. И мне недолго пришлось ждать. Ты знаешь? И вскоре я почувствовал прикосновение ведмежьего меха к своему лицу. Ух, знаешь, ощущение. И я хвать. И я схватился за зверя обеими руками. И даже пустил в ход зубы. Все. Рассчитывая испугать этого медведя, который от неожиданности рванет вверх отсюда. Ну и заодно вытащит и меня вместе. На секундочку. Но, к счастью, я не ошибся. Мишка, не ожидая ничего подобного, мирно спускался к себе в дом, в свое жилище. Но, почувствовав нападение неизвестного врага сзади, и аж хвать его, он как безумный впился когтями в гнилое дерево и бегом устремился вверх, высмыкнулся. Я держался изо всех сил за его космы. Изо всех сил. Я никогда в жизни так ни за что не держался. И через несколько секунд мы действительно, мы уже были у выхода из этого дупла. И тут я взял и освободил Мишку из своих объятий. Очень удачный момент взял. И он мгновенно соскочил на землю и скрылся в лесной чаще. И я лежу. Я был спасен при этом. Я был спасен. Меня спас медведь. Очутившись внизу, я упал на колени и горячо, как никогда в жизни, я вас благодарил, Всевышнего. Ну, и охотились ли вы после этого на медведей? — После этого случая, м? — спросил Джордж. — Не, — твердо ответил старик. — Не, никогда. Я бы это счел преступлением. Но разве медведь, хоть и бессознательно, разве он не спас меня от верной смерти? — А если вам вновь будет грозить смертельная опасность от медведя? Если опять вдруг? — Ну, вот тогда и посмотрим. — Ну, все, друг мой, уже поздно. Уже пора спать. Заключил Фолс, заворачивая свое одеялко. — Пора спать, малыш. — Спокойной ночи. Утро вечера мудренее. — Ага. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА — СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Восемнадцать ого выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. — Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. — Старичок, заходи на пикничок. — Каждый Божий день в восемнадцать ого не пропустите. — А на сегодня шо? — А на сегодня все. — Покедова, споки-ноки. — Чпоки, ага.